Итак, с левой стороны от антресоли или встроенного шкафа советских времен мы видим проход. Вот потолок с плитой перекрытия, колодна несущая, стенка коридора и вот три двери. Один, два, три и четвертая на кухне. Вот что мы видим наверху, вот что мы видим внизу. Так, развернусь для того, чтобы показать, где я. По прямой это входная дверь. Это шкаф, это маленькая комната, это зал. Так, вот. Короче, проходим, упираемся в дверь, открываем ее и видим кладовку. 63, по-моему, сантиметра ширина, метр шестьдесят длина. Кладовка абсолютно бесполезная. Лучше бы она плашмя лежала, потому что половина полок и половина просто так пустое место. Захламлять ее всяким хламом особо не хочется. Вот, потолки тут такие же. Наверху какая-то труба идет. Что за труба, непонятно. Лампочка висит, до сих пор вкручивается. Выключатель как-то тоже неправильный. Вот. Выходим. Закрываем дверь. Следующая дверь, туалет. Открываем и видим. Вот такой дверьный туалет. Так, ширина метр восемьдесят три на метр семьдесят, по-моему, начинается с метра восемьдесят три, заканчивается метр семьдесят или даже шестьдесят девять. Короче, трапеция. Вот. Плитка. Унитаз. Не знаю, советских, наверное, времен еще стоит на какой-то деревяшке. Так, здесь тонализационная труба. Уходит вверх. Верхняя часть нормальная. Нижняя мне не нравится. Скорее всего, мы будем ее менять. Вон там труба водопроводная идет, холодная вода, питает бачок туалета и все. Вот только на бачок туалета стоит счетчик. Можно контролировать, сколько на слив идет. Эта труба уходит к соседу. За стенку тоже контролирует. И вот она вверх пошла. То есть от меня запитано шесть квартир. Что меня очень не радует. Сверху идет еще одна труба. Ну, вернее, складовка, которая выше. Что за труба, не знаю. Ну, дверь. Скорее всего, эти стены все буду рушить. Убирать складовку и делать туалет и ванну. Так, заходим в ванну. Самое интересное, что включая свет в ванной, выключается свет кладовки. Вот такая вот ванна. Здесь самый низкий пол. От пола до потолка 3, 115. 3,15. Короче, 3 метра 15 сантиметров. Трубы этой уже нету, которая выходила. Сверху вниз идет. Это у нас полотенцесушитель. Примерно на 10 сантиметров от стены. От трубы полотенцесушителя еще вниз уходит. Туда, через стенку на кухню. Вот такие вот трубы. Так, дальше. Отсюда выходит труба холодной и горячей воды. Уходит вверх. Питает две квартиры вверху. Дальше. От этих же труб вылетают еще две трубы холодной и горячей воды. И лут за стенку. Питает второй подъезд. Тоже три квартиры. Это канализационная труба, которая под ванной проходит и уходит в туалет. Ну а тут умные люди поставили два счетчика, выбили трубы на душ с ванной. И две трубы идут на кухню. Старое советское окно. Не знаю, зачем оно во всех ваннах стояло. Но вот стоит. Какой-то выступ. Выступ этот потом еще будет там, на кухне. Тоже не знаю, что с ним делать и откуда он взялся. Ну что, ванна вроде как большая, нормальная. Но так как здесь так стоит, ничего не расположить ванну. Сюда умывальник, стиральную машину никуда не поставишь. Развернуть ванну сейчас не имею возможности. Стоят счетчики. Вот так бы сюда можно было умывальник, стиральную машину. Поэтому все равно стены неровные. Все тут вкрепь кость. Поэтому буду сносить, буду делать по новой все. Вот. Выходим из ванны. Оставляем, погоди, три двери. Ага. Вот, наверное. Ага, вот. Да, оставляем позади три двери. И идем на кухню. На кухне здесь дождь. Дощатый такой антресолька. Стоит. Заходим на кухню. Линолеум. Рисунок вообще высший. Вот. На кухне с правой стороны мы видим раковину. Вот такую вот. Все течет. Здесь вот эти вот две трубы и канализация выходит. Единственное место, где можно запитать на данный момент стиральную машину. Если трубы не развалятся. Вот. На окно ванную. Вот этот выступ. Говорят, там раньше газ шел. Газовая труба. Ну, точно не подтвержденная информация. Здесь вот такой закуток получается. Стоит плита с этим. Да, вот, кстати говоря, от полотенца к сушителю идет труба. Поворачивает полностью по стене. И впевается в трубу батареи. Вот. На батарее четыре секции. Окно пластиковое. Если видно на видео, разбежка шесть, по-моему, сантиметров сверху до низу. Здесь тоже что-то такое подобное. Вот. Вверху газовая труба. Идет вентиляция. Вентиляция рабочая. В ванной заклеена. В туалете вообще заварена она. Ну, вот такое вот помещение. Что еще показать? Ну, в принципе, больше нечего. Вот такой коридор тоже. Весьма мне не нравится столько места свободного. Здесь не используется, как, в принципе, и в этом коридоре. Вот. Что будет с этой квартирой потом, после ремонта? Ну, будем смотреть в следующем видео. Это я уже перевез вещи. Спасибо.